Всего 108 предписаний за всю прошлую зиму и уже 113 за полтора месяца этой зимой. Речь про уборку сосульок с балконов и окон суркутских многоквартирников. По правилам жильцы должны самостоятельно убрать наледь, так как балконы считаются их собственностью. Однако многие до сих пор не знают об этом. Но, как известно, это не освобождает от ответственности. За нарушение предусмотрена административная статья, а в случае трагедии даже уголовная. Сотрудники администрации бьют тревогу. Ежедневно мониторят дома и стараются не допустить несчастных случаев. Словно украшения на ёлке, на этом доме пестрят не игрушки, а опасные сосульки. Практически на каждом этаже с балконов вытянулась висячая наледь. Падение льда опасно для соседних квартир и автомобилей. Может привести к травме пешеходов. Коммунальщики отвечают только за общую крышу. Убирать сосульки с балконов не имеют права. Сбрасывать с подоконников и окон налить должны собственники квартир. Это их имущество. Представители управляющей компании утверждают, что регулярно оповещают жильцов о такой необходимости. Ежедневно отправляют сообщения в общедомовые чаты, проговаривают индивидуально. Однако до сих пор об обязанности знают далеко не все. Если буду убирать, я принесу вред его имуществу. Собственник подает на управляющую компанию в суд и выигрывает. И я восстанавливаю это имущество. Ну то есть здесь нужно разделять. Но если это не положено, значит этого козырька не должно быть. Все. И не будет проблемы такой. Сегодня мы начинаем убирать. У меня маленький дед есть. Я не открываю балкон. Хорошо? Сегодня мужики придет, я скажу. Иногда вот когда чистят снег, могут попросить, да, что пока мы здесь, сбивайте сосульки. А так как бы, чтобы мы сами взяли на себя эту ответственность. Я как бы не готова. Взять на себя ответственность жильцам все-таки придется. А за неисполнение предусмотрена административная статья. Специально для тех, кто отрастил на своих балконах наледь, управляющая компания ограждает территорию, вывешивает на двери объявление о необходимости убирать сосульки. Хочу отметить, что если в критической ситуации, из-за того, что человек с отлива балкона не убрал снег, он упал кому-нибудь на голову, и в связи с этим был причинен существенный тяжкий вред здоровью или смерть, то тут может быть предусмотрена даже уголовная ответственность. Представители городской власти ежедневно мониторят исполнение требований при выявлении нарушений выписывают предписание управляющим компаниям. К слову, в этом году уже было составлено 113, в прошлом году за всю зиму на 5 меньше. Леона Кемва, Юрий Чанцев, телекомпания Югра, Сургут.